Изначально кока, кала изобреталась в качестве медицинской настойки, а появлению этого напитком обязаны доктору-фармацевту Джону Пимбертону. Примечательно, что его дядя был генералом армии конфедерации, а сам изобретатель в годы гражданской войны в США служил в рядах армии конфедерации. После ранения в 1865 году он, как и многие из ветеранов войны, пристрастился к морфию. В поисках лекарства от этой зависимости он начал экспериментировать с кокаевинами на ее основе, в конечном итоге создав собственную версию напитка вина Мариани, содержащую орех колы и демьян. Кустарничек высотой до 60 сантиметров из рода тернира семейства тернировые, распространен в Мексике, в Центральной и Южной Америке, на Карибских островах, которую назвал Пимбертон с Френчу и Никока. Оригинальная формула содержала 8,46 миллиграмма кокаина. Изначально напиток предлагался как лекарство для лечения зависимости от морфия и опия для ветеранов войны. Однако, в дальнейшем кока-колу стали преподносить как средство от неврастений, а также при заболеваниях желудка, кишечника и почек среди дам. На данный момент газировку производят без употребления кокаина, но кока, кола все еще импортирует приблизительно 100 тонн листьев кокаинового куста каждый год из перуанской фирмы под названием Национал Кока. Чтобы импортировать листья кокаина в Соединенные Штаты, нужно разрешение от американской администрации по контролю за применением законов о наркотиках. Требуется 2 литра воды, чтобы произвести 1 литр кока-колы. Нехватка чистой воды в Индии вызвала протест фермеров в 2004-м против кока, кола и их водного потребления главным образом в странах третьего мира. Интересный факт об этом напитке, некогда кока-кола начала программу, названную, скажи нет H2O, который пропагандировал употребление кока-колы вместо воды. Ее идея состояла в том, чтобы предлагать кока-колу бесплатно в ресторанах, где клиенты заказали простую питьевую воду. Каковы компоненты кока-колы? На наклейке кока, кола написано, газированная вода, тростниковый сахар, цвет карамели, продовольственная кислота, фосфорическая кислота 338, аромат и кофеин. Однако, есть также секретный компонент в кока-коле, названный товар Семикс, и описание этого компонента сохранено в хранилище безопасности в банке в Атланте, Джорджия. Только ограниченное число чиновников высокого ранга знает то, что входит в состав этого секретного компонента. Возникает вопрос, что мы действительно пьем? Что мы знаем? Сегодня это то, что кока-кола – очень кислый напиток с высоким количеством сахара, который маскирует кислотный вкус. Кислоту в кока-коле называют фосфорной кислотой, которая, как известно, разрушает органику. В действительности кока-кола делает организм склонным ко многим болезням, таким как, остеопороз, нехватка кальция, должные высокие уровни фосфористых, рак, умеренная депрессия, проблемы с зубами, и усталость. В начале Второй мировой войны немецкая фабрика по разливу кока-колы лишилась поставок ингредиентов из США. Тогда немцы приняли решение производить другой напиток из отходов пищевого производства – яблочного жмыха и молочной сыворотки, и назвали его «фанта». В Гонконге горячую колу используют как средство от простуды. Если всю выработанную кока-кола раздать в бутылках всем жителям планеты, то каждый получил бы по 767 бутылок. Кока-кола настолько химически агрессивна, что хорошо удаляет ржавчину. Газировка содержит артофосфорную кислоту, за счет чего и достигается эффект. Есть данные, что дистрибьюторы кока-кола уже 20 лет используют ее для очистки моторов своих грузовиков. В Индии для уничтожения вредителей поля вместо пестицидов опрыскивают кока-колой. Так им дешевле. Если каждый день пробовать один новый из разнообразия напитков, нужно будет потратить не менее 9 лет, чтобы пройтись по всему ассортименту.